Цифра в квитанциях по оплате услуг ЖКХ все больше начинает напоминать платеж по ипотеке. Вот только в первом случае ты просто платишь дяди за то, что пользуешься светом, газом, водой и прочими благами цивилизации. Во втором тоже дяди, но выкупая при этом что-то, что можно потрогать и продать, между прочим, в случае чего, конечно, не без потерь финансовых и тем не менее продать. А вот дядя коммунальщик тебе продает то, к чему вообще никакого отношения не имеет, просто потому что прихватил в свое время плохо лежащие активы, сети, трубы, провода. Блин, все-таки Россия это одна большая дорога, в которой, собственно, правила большой дороги и действуют. Начинаем. А в российских регионах продолжается обсуждение проекта пенсионной реформы, предложенной правительством Медведева. И вы знаете, я вас сейчас удивлю, но более половины субъектов федерации уже высказались за данный проект, одобрили. То есть, если быть совсем точным, 61 регион свое, оно нам очень надо, сказал. Вы спросите, а где же я был? Почему моего мнения не спросили? Как где? Ты футбик по телевизору смотрел, переживал за хорватов, англичан, бразильцев, ну и за собственную сборную, конечно. Миллионеры, из которой опять ничего не выиграли, но при этом все равно умудрились заработать что-то там около ярда. И сейчас, друзья, я предлагаю вам наслаждаться этим моментом, как мы честуем нашу дорогую команду, которая подарила нам невероятные эмоции. Ну а если серьезно, даже если бы ты и не смотрел тот футбик, твоего мнения все равно бы никто не спросил. Это ведь только звучит так красиво, проект реформы направили на обсуждение в регионы. На самом деле процедура данная тупо является формальностью, потому что обсуждать этот момент не мы с тобой будем, ну там, где его еще не обсудили до сих пор, а тоже какие-то дяди, которые называются региональными депутатами. И не важно никому, голосовали вы за этих депутатов или нет. Главное, что ваша фамилия была в списках избирателей, а значит дяди те и ваши интересы тоже представляют по закону. Ну, во всяком случае, вот и Киселев то же самое говорит. Инициатива везде будет за правительством, а принятие закона за парламентом, который мы же избрали. Значит, доверили законы принимать. Таков механизм демократии. Впервые, наверное, с ним соглашусь, потому что так и есть. Незнание закона не освобождает от ответственности. Проблема же россиян заключается в том, что они все время пытаются действовать логически. Мол, я на выборы не ходил, значит, по логике этот парламент моих интересов не представляет. Не так. Закон и логика, потому что это вообще не одно и то же. Простой пример. Вот тебе надо перейти дорогу. Машин нет, ты никому не мешаешь. Что говорит логика? Ну, почему не перейти, тем более, что до ближайшего пешеходного перехода метров 300 тащится. А вот по закону ты нарушишь ПДД и ни один суд никогда не встанет на твою сторону. С выборами то же самое. Возможность проголосовать тебе дали? Дали. В списке избирателей внесли? Внесли. Все остальное вообще никого не волнует. То, что ты не пришел на выборы, только твои проблемы. С точки зрения закона избранный парламент и твои интересы тоже представляет. Так что, друзья, чего теперь шашкой махать? Мы все проголосовали за эту пенсионную реформу. В сентябре 16-го, в сентябре 17-го, в марте 18-го все 100% и вы, господа бойкотеры, тоже учите избирательное законодательство. Ладно. Это реальная журналистика и сегодня, как всегда, о прекрасном. Поехали. Продолжаем о пенсионной реформе. Кстати, Верховный суд тут разъяснил, если вдруг человек не доживет до выхода на пенсию, а пенсию-то он ведь как бы заработал, отчислял деньги в пенсионный фонд-то. И вот тут облом. Никаким наследникам эти бабки получить не удастся. Не положено. Ладно. Зато, если вдруг у этого человека были какие-то долги при жизни, например, перед банком по кредиту или за коммунальные услуги и бла-бла-бла, долги будут платить наследники и, не дай бог, не заплатят пенни, штрафы, вплоть до ареста и имущества, это тоже закон такой. Попробуйте поискать в нем логику. Кто останется в живых, будут завидовать мертвым. А в Госдуме наконец решили рассказать гражданам, сколько же на самом деле получают российские депутаты. Инициатором данной идеи выступил не кто-нибудь, а лично спикер Володин. Надоело, заявил народный избранник, что журналисты и блогеры берут какие-то цифры с потолка, а затем пугают народ, мол, посмотрите, как они жируют. Особенно сейчас, на фоне скандала с пенсиями, проблема особенно остро встала. Пусть, в общем, знают, люди, резюмировал Вячеслав Викторович, что депутаты тоже небогато живут, и на баснословное пособие по старости им тоже рассчитывать не приходится. Короче, сами смотрите и слушайте. Из документа, опубликованного на сайте Госдумы, следует, что средняя зарплата депутата в настоящее время после вычета налогов составляет около 350 тысяч рублей. Однако сам оклад без всевозможных надбавок – 84 тысячи. От этого оклада и ведется расчет пенсии народного избранника. Если депутат занимал свое кресло от 5 до 10 лет, то пенсия составит 55% от оклада – 46 тысяч рублей. Однако, если избранник проработал депутатом 10 лет и более, то он вправе рассчитывать на пенсию в размере 63 тысячи рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что публикация данных о пенсиях народных избранников должна опровергнуть слухи о раздутых пенсиях депутатов в несколько сотен тысяч рублей. Блин, я сейчас заплачу. Эти ребята, оказывается, с хлеба на картошку перебиваются, влачат жалкое существование на какие-то там 350 тысяч рублей. И сам не понимаю, как на такие копейки жить можно, особенно если учесть, что у парламентария есть еще небольшой соцпакетик, такой, как предоставление ему жилья в Москве за счет государства, машинки служебные, бензин для которой не надо покупать, еще расширенная медицинская страховка, очень расширенная, бесплатные перелеты в любую точку страны и даже мира в некоторых случаях, отпуск за счет налогоплательщиков, ну и так далее. Слушайте, действительно, пожалеете этих мальчишей и девчуль стоило бы поумута, а мы, ну как не стыдно нам, а поганенький у нас народ не находите. Комментируя вопрос депутатских пенсий, в Госдуме обращают внимание на тот факт, что сами члены российского парламента уже подняли для себя возраст выхода на заслуженный отдых. В прошлом году Госдума фактически увеличила возраст выхода на пенсию государственных и муниципальных служащих. Сейчас этот возраст равен 65 годам. Поэтому, если говорить о том, когда депутат вообще может получить эти надбавки, где-то в размере 40 тысяч рублей, в случае, если он отработает полный созыв, то, соответственно, он их раньше 65 лет не получит. А статистика по продолжительности жизни у нас в стране не совсем объективная. Словом, до всего этого депутату еще дожить надо. Кстати, о пенсиях еще депутатских пару слов хотел сказать. От 46 до 64 тыр у них выйдет, слышали, да? Все зависит от стажа работы на государевой службе. Да, признаются парламентарии, наша пенсия будет выше, чем у рядовых граждан, но у нас работа вредная, ответственная чересчур. Господа, напомните ко мне, какую пенсию сегодня получает ветеран Великой Отечественной войны. Не знаете, а я вам скажу. От 25 до 30 тысяч. А пенсия ветерана труда какая? А я вам тоже отвечу. У меня мама ветеран труда, потому что чуть больше 17. Объясните мне, бестолковому, чего это такого более важного сделал Пархиндей с охотного ряда, чего не сделал, например, человек, переживший самую страшную войну в истории человечества и пролившую в той войне кровь за родину. Можете не отвечать, это так был риторический вопрос. Ну и под занавес хочу вам статью из Forbes процитировать. Думаю, никто не будет сомневаться, что издание более чем уважаемое. Так вот, журналисты тамошние провели анализ последствий от принятия пенсионной реформы с точки зрения экономики. И знаете, к какому выводу пришли? Да, я, впрочем, и сам об этом говорил в прошлых программах. А то, что в сторону улучшения в нашей жизни ничего не изменится. Напротив, повысится уровень безработицы. Forbes прогнозирует примерно на 5% в год эта цифра будет расти. Оно и понятно. Молодые специалисты каждый год из вузов выпускаются. А куда им идти работать, если граждан предпенсионного возраста в помолодевшие труженики снова запишут, как следствие переизбыток на рынке труда, что неизбежно приведет к снижению зарплат, то есть уровня жизни. А это, в свою очередь, за собой потащит снижение покупательской способности населения. Ну и что скажете? Поднимется наша экономика? Нет. Все. Это была реальная журналистика. Дальше вы все знаете. Больше информации на YouTube. Заходите, подписывайтесь в соцсети ко мне. Тоже заглядывайте в друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok